В эфире новости сейчас. В студии работает Василина Карпова. Здравствуйте. И коротко о темах этого выпуска. Трагедия в Иркутске. Восьмилетний ребенок погиб под колесами трамвая. Детали утреннего происшествия в первом материале программы. Дикого медведя ищут в поселке Марково. Местные жители в панике. На территории реабилитационного центра, куда зашел косолапый, найдены мертвые собаки. Какими способами пытаются поймать зверя? Камнепад на железной дороге также привел к печальным последствиям. Погиб рабочий, который восстанавливал железнодорожные пути. Хоккеисты Ирмака провели выездной матч в Казахстане. Оранжевые скрестили клюшки с местной сарааркой. Итоги противостояния через несколько минут. Утро понедельника началось с трагедии. В Иркутске под колесами трамвая погиб 8-летний мальчик. Происшествие случилось в предместе рабочем. С места ЧП Олег Федоров. При помощи спецтехники рабочие аварийные службы поднимают вагон трамвая номер 4. Под его колесами оказался 8-летний мальчик, направлявшийся в школу. Все случилось около половины восьмого утра. Трагедия произошла на пересечении улиц Напольная и Ушаковская в Иркутске. Со слов очевидцев, ребенок разговаривал по телефону и вышел из трамвая. Как и положено по правилам дорожного движения, прошел перед ним. В этот момент женщина-водитель не обратила внимания на возможность безопасного движения и совершила наезд. В результате полученных травм, ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи. Следственным отделом по Куйбышевскому району города Иркутск, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, начата доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных частью 2, пунктом В, части 2, статьи 238, что является оказание услуг, не отличающих требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека. И статьи 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, чем является неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителям или иным лицом, на которые возложены эти обязанности. За последнее время все чаще фигурантами сводок про автомобильные аварии и наезды на пешеходах становятся школьники. Так, 6 сентября в Уссулии-Сибирском водитель автомобиля Toyota Land Cruiser наехал на 10-летнюю девочку, также возвращавшуюся из школы. Она скончалась в машине скорой помощи. 1 октября в том же Уссулии-Сибирском 60-летний водитель сбил мальчика, который ехал на велосипеде по краю проезжей части. Мальчик погиб. Всех этих трагедий можно было бы избежать, по мнению инспекторов ГИБДД, если бы внимание ребенка было с ранних лет приковано к безопасному поведению на дороге. Такие беседы должны проходить как в школе, так и в семье. С 1 сентября текущего года на территории Иркутской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, в которых один ребенок погиб и 43 ребенка получили различные ранения. Сотрудники госавтоинспекции призывают родителей еще раз напомнить своим детям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Самый лучший способ это взять своего ребенка за руку и показать ему безопасный маршрут движения от дома до школы, а также обратно. И в первую очередь сотрудники госавтоинспекции призывают еще раз водителей соблюдать скоростной режим движения вблизи общеобразовательных учреждений, а также очередность проезда. Дети смотрят, дети повторяют. И от того, какой манеры вождения будут придерживаться сегодняшние взрослые, будет зависеть состояние на дорогах и жизнь детей в будущем. Олег Федоров, Евгений Любовников, Константин Синицын. Новости сейчас. Жители поселка Марково под Иркутском бьют тревогу. В населенном пункте ищут дикого зверя. От его действий люди, к счастью, не пострадали, но пострадали домашние питомцы. В поселке установлена клетка-ловушка, но дикий зверь смог съесть приманку и не попасться. Моя коллега Екатерина Нерушкина сегодня побывала в населенном пункте и узнала, как собираются поймать зверя. Фотоловушка реагирует на тепло и передает по интернету фотографии. Над клеткой, в которой лежит приманка для медведя, сотрудники К-9 устанавливают дополнительное оборудование. Первая фотоловушка сегодня ночью зафиксировала животное весом около 150 килограмм. Судя по всему, медведь пришел доедать останки собак, убитых несколько дней назад. Он пришел, съел йогурт, на клетку, на половину залез в ловушку, то есть половина часть тела ему была на улице, вытянулся, так весь лег, ну и держал йогурт, ел. Боялся как бы зайти, потому что новое место. Второй раз, когда пришел, он приманку вытащил через решетку, съел мясо. И расшатал эту, видимо, ловушку, она закрылась. Напомним, утром 6 октября на территории реабилитационного центра в поселке Марково были обнаружены две мертвые собаки. Специалисты определили, они были убиты медведем. Сразу после происшествия на территории установили клетку с приманкой. В ней медведь побывал сегодня ночью дважды, но в ловушку так и не попался. Поэтому сотрудники питомника по периметру установили железные листы, чтобы зверь не смог вытащить приманку. При этом специалисты отмечают поведение данного животного абсолютно нетипично для дикого зверя. Он даже не испугался, когда с грохотом захлопнулась дверь ловушки и совсем не боится собак. Предположение о том, что зверь не дикий, а домашний, высказывают и местные жители. Говорят, что это, скорее всего, домашний медведь. Кто-то, мол, выпустил. Все равно как бы страшно ребятишкам, конечно. Потому что и вечером из школы поздно, и утром рано на занятия едут студенты. Я слышала, что медведь ходит, что разорвал собак в барке. Но сегодня ночью ночевала на участке, и у меня собака перепрыгнула через забор двухметровый. Этот медведь опасен для окружающих, утверждают сотрудники К9. Медведи лишь в крайних случаях едят свежее мясо, даже если зверю случается убить живое существо. Он оставляет его и съедает позже. Этот медведь практически обглодал сторожевого пса, а значит, он очень голоден. И уже не первую ночь бродит по поселку. Специалисты надеются, что сегодня зверь не сможет вытащить мясо и попадется в капкан. Однако, судя по всему, и местные охотники не оставляют надежды на поимку зверя. Сегодня ночью жители близ лежащих домов слышали около пяти выстрелов, а в лесу были найдены использованные гильзы. Екатерина Нерушкина, Николай Крупченко. Новости сейчас. Дождь, мокрый снег, резкий перепад температур стали причиной серии обвала камней на Кругобайкальской железной дороге. Все произошло на 125-м километре, участке Маритуй, Шары-Жалгай. Сначала произошло повреждение железнодорожных путей. В результате этого был задержан поезд Порт-Байкал с людянкой «Электричка», которая двигалась в противоположном направлении. На участок выдвинулась спецтехника и двое сотрудников геобазы. Во время восстановительных работ произошел второй обвал, в результате чего один человек погиб. После проведения необходимых исследовательских работ на горном склоне приступили к восстановлению же пути. И 6 октября в 23.20 движение по этому участку было восстановлено. При проведении восстановительных работ погиб один сотрудник железной дороги. Компании будет оказана вся необходимая материальная и юридическая помощь семье этого человека. Еще один работник получил незначительные травмы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спустили тело сотрудника геобазы со склона, откуда на дрезине его тело было доставлено в Слюдянку. Пассажиры туристического поезда и пригородной электрички были доставлены до пунктов назначения водным и автотранспортом. Почти 2,5 миллиарда рублей из областного бюджета выделят на поддержку муниципальных образований при Ангаре. Соответствующие поправки в региональный бюджет приняли сегодня депутаты законодательного собрания Иркутской области на очередной сессии. Спикер парламента Сергей Сокол отметил, корректировка главного финансового документа была необходима в кратчайшие сроки. Какие еще изменения претерпел главный финансовый документ региона, знает Галина Соболева. Основной вопрос в повестке очередной сессии законодательного собрания области касался корректировки регионального бюджета. Так, налоговые и неналоговые доходы выросли на 10,3 миллиарда рублей. В целом доходная часть бюджета области на 2018 год составила 149,6 миллиардов рублей. Увеличились и расходы. В скорректированном бюджете они превысили 152 миллиарда рублей. Сергей Сокол подчеркнул, в первую очередь дополнительные доходы будут направлены на помощь муниципалитетам. Значительная часть средств пойдет на ЖКХ в муниципалитетах. Это и переселение из ветхого жилья, это и подготовка к отопительному сезону. Есть 800 миллионов будет направлено на капитальные ремонты социальных объектов. Мы планируем также по депутатским инициативам часть средств выделить на ремонты детских садов, школ, больниц, улучшение здравоохранения, лекарственное обеспечение в том числе. За счет дополнительных доходов в областном бюджете предусмотрено увеличение финансирования сферы образования в размере 3,3 миллиардов рублей. 313 миллионов выделят на развитие Дорожного фонда области. Сельское хозяйство региона в рамках государственной поддержки получит еще 280 миллионов рублей. Главное, акцентировал Сергей Сокол, будет полностью обеспечено выполнение обязательств по выплате заработной платы бюджетникам в соответствии с майскими указами президента. А также в бюджете предусмотрены средства на обеспечение выплаты зарплаты работникам образования за декабрь до конца года. Исходя из тех корректировок, которые мы сделали, мы добавили муниципалитетам средства на сбалансирование бюджета, это порядка 2,5 миллиардов, на выполнение обязательств перед работниками образования, в том числе по указу президента. Всего в повестку сессии Законодательного собрания области был включен 31 вопрос. В том числе депутаты закрепили перечень льгот по оплате жилья и коммунальных услуг для женщин при достижении 55-летнего возраста, для мужчин при достижении 60-ти лет. Галина Соболева, Евгений Шарыпов, Новости сейчас. И во второй части выпуска вы увидите. Всероссийская перепись проходит по новому формату. Теперь в деле современные технологии. Помогает ли интернет и кому переписчикам все-таки придется прийти лично? Наши взяли награды журналисты АЭСТа победители областного конкурса профессионального мастерства. В каких номинациях нам нет равных? Самые последние. Хоккеисты Ермака уступили Сарарке. Выездной матч для оранжевой дружины прошел Казахстанин. Детали встречи озвучим совсем скоро. Осталось два дня. До 10 октября жители Иркутской области могут принять участие в интернет-переписи населения России. В этом году специалисты Росстата впервые применяют новые технологии и используют интернет. Кому все-таки придется прийти лично, знает Екатерина Нерушкина. Заходим на сайт Госуслуг, в личный кабинет. На самой главной странице у нас уже раздел «Пробная перепись населения». Открыть, ответить и никуда не ходить. Масштабная пробная перепись населения в принципиально новом цифровом формате проходит на территории девяти субъектов Российской Федерации, в том числе и в Иркутской области. Первый этап – интернет-перепись. Завершится уже через несколько дней. Переписаться можно до 10 октября включительно. Для этого на портале Госуслуг создан специальный интерфейс «Пробная перепись населения 2018». В цифровом формате вы можете также включить в список всех своих домочадцев. Единый портал государственных услуг гарантирует участникам переписи высочайшую степень защиты данных. Я думаю, это не сложно. Тут все по пунктам, все разъяснено. Все идет по порядку. Ничего сложного. Разобраться можно. Электронная перепись на сайте очень удобна, так как в любое время можно зайти и заполнить анкету. Второй этап пробной переписи в нашей области будет проходить в Нижнеудинском и Катанском районах. Жители, которые самостоятельно не смогли переписаться на сайте Госуслуг, зафиксируют традиционным способом. Тем, кто переписывается сейчас посредством интернет в режиме онлайн на сайте Госуслуг, каждый респондент получает подтвержденную запись. На территориях Катанского и Нижнеудинского районов респонденты, когда придет переписчик, они должны будут предъявить этот код подтверждения, переписчик его сравнить и уточнить, всех ли членов семьи переписали в этом домохозяйстве. Интернет-перепись позволит сократить объем тиражирования бумажных переписных листов и тем самым сохранить нашу окружающую среду. Оптимизировать количество человек, которых привлекают к проведению переписи, а также упростить технологию сбора и обработки данных. Практика интернет-переписи широко используется в странах Европы. Уже в 2010 году более 15 стран провели перепись в цифровом формате. В 2020 году к числу государств, которые для переписи населения используют интернет-ресурсы, присоединится и Россия. Екатерина Нерушкина, Константин Синицын. Новости. Сейчас. Зрители Аиста смотрят только лучшее. Программа нашей телекомпании признана самым качественным видеопродуктом в Приангаре. Эфир, посвященный празднованию Дню Победы в Иркутской области, стал победителем конкурса «Журналист года-2018». В номинации «Телевизионная программа». Каких еще наград удостоены журналисты Аиста, расскажет Анастасия Цыганкова. В этом зале финалисты конкурса «Журналист года Иркутской области-2018». Они уже в своем роде победители, ведь из 260 профессионалов, которые подали заявки на участие, они прошли в финал, и каждый надеется, что именно его имя окажется в конверте. Открывает торжественную церемонию губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Мы с вами делаем одно дело. Скажем так, для примера, я говорю, вы записываете и потом печатаете. Это одно и то же дело, один и тот же процесс. Поэтому я думаю, что смею вас называть коллегами. Я вот тут посмотрел, тут столько призов и подарков, по-моему, хватит всем. Победители определили по 17 номинациям. Самое большое количество заявок поступило в номинации «Корреспондент печатных средств массовой информации» 33. И 38 претендентов в категории «Корреспондент городских средств массовой информации». Значительно больше рабочим в прошлом году представили сотрудники средств массовой информации, работающие в сети интернет. В три раза увеличилось число претендентов на победу среди телевизионных операторов. Большая конкуренция была и в номинации «Телевизионная программа года». Лауреат конкурса «Журналист года Иркутской области» в номинации «Телевизионная программа» Власюк Евгения, телекомпания «Арест». Награду за лучшую программу от имени коллектива получает главный редактор информационного вещания телекомпании «Арест» Евгения Власюк. Проект, которым, по мнению жюри, был признан лучшим, сотрудники телекомпании с особым чувством готовили несколько недель. Это действительно была командная работа. Программа, за которую сегодня получили награду, была посвящена очень волнительному празднику, патриотичному. Это 9 мая. И мы очень переживали, когда готовили ее к эфиру, потому что все-таки это действительно очень особенная тема. И мы рады, что нас поддержали коллеги из других городов Иркутской области, что нам все-таки во многом удалось реализовать ту идею, которую мы изначально планировали сделать. На сцене телеведущая, которая начинала свою карьеру в Иркутске, Оксана Галькевич. Она объявляет следующего победителя. И в номинации лучшей телеведущей Иркутской области становится еще одна сотрудница телекомпании «Арест» Галина Тюрнева. У телеведущих это очень утрированное представление, что ты должен быть красивой, говорящей головой. Конечно, когда ты работаешь в прямом эфире, в тех трансляциях, которые «Арест» делает единственные, делает уникальные вещи, это работа немножко не о том. Это работа не о красоте, это работа о быстрой реакции, это работа об умении слышать и слушать, умение быстро реагировать и умение быстро обрабатывать информацию. И вот один из самых напряженных моментов. Последний конверт, в котором имя журналиста года. Губернатор Сергей Левченко вручает знак «Золотое перо» Ивану Мамонтову. По правилам конкурса «Почетное звание» мог получить победитель одной из номинаций, кто набрал максимальное количество баллов. Статья Ивана была опубликована в газете «Байкальские зори» и посвящена проблеме разбитых дорог. Я считаю, что журналистика, она все-таки действенна до сих пор. Та вот моя победа, она благодаря статье, которая шла про Ольхонские дороги. Вышла наша статья, буквально через два месяца президент России Путин объявил, что надо строить дорогу. Это же журналистика действия, поэтому не надо бояться, надо писать, надо говорить, надо сообщать о всех проблемах и все будет хорошо. Высшими наградами конкурса, нагрудными, знаками «Золотое перо» удостоены еще два человека. Это обладатель специального приза за вклад в развитие региональной журналистики Борис Слепнев, еженедельный «Копейка». Главный редактор районных городских средств массовой информации 2018 года Татьяна Швудченко. Газета «Окружная правда». Анастасия Цыганкова, Константин Синицын. Новости сейчас. Хоккейный клуб «Ермак» опустился на последнее место в турнирной таблице. Свой очередной матч ангарчане провели в Казахстане. В гостях у сыра арки, которую, кстати, на лед вывел новый наставник Дмитрий Максимов. В итоге хозяева уже к концу первой 20-ти минутки вели со счетом 2-0. Во втором периоде аргачанин Артем Сиваньков сумел отыграть одну шайбу, но большего нашим парням сделать не позволили. Более того, в ворота оранжевых прилетели еще две шайбы. И со счетом 1-4 «Ермак» уступил в этой встрече. Следующую игру ангарчане также проведут на выезде. 9 октября в Усть-Каменогорске они сыграют с местным клубом «Торпеда». И в завершении выпуска коротко о погоде. По данным сервиса «Яндекс» завтра в Иркутске облачно с прояснениями. Столбик термометра днем поднимется до 11 градусов выше нуля. Ночью плюс один. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. О погоде в других городах Иркутской области смотрите в программе «Сфера» через несколько минут. На этом у меня все новости. Всего доброго и оставайтесь на «Исти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова